Добрый вечер! В эфире информационная программа события в студии Нина Спиридонова. Сегодня в выпуске. Лесные прогулки под запретом из-за пожаров на Гомельщине в Реческом районе в том числе введен запрет на посещение леса. Особый участок под особым контролем. Госавтоинспекция проводит массированную отработку автодороги М-10 границы Российской Федерации Гомель-Кобрин. Интернет вам в помощь. Застройщик самых известных жилых комплексов открыл удобный онлайн-сервис бронирования и покупки квартир. Теперь на эти темы более подробно. В связи с установлением 4 класса пожарной опасности лесов по условиям погоды с 8 апреля посещение лесов запрещено как для въезда транспортных средств, так и для пеших прогулок. Как показывает практика, введение запрета на посещение лесов позволяет не только предотвратить значительное количество лесных пожаров, но и обеспечить безопасность граждан и сохранность их имущества. Основной причиной возгораний в экосистемах по-прежнему остается человеческий фактор. Обостряет ситуацию с пожарами и погодные условия. Ночью небольшой мороз, днем солнца и ветер, они иссушают прошлогоднюю растительность и малейшая неосторожность при обращении с огнем может привести к большой беде. Министерством лесного хозяйства инициировано введение запрета на посещение лесов. В Реческом районе он введен. Это Реческий лесхоз и Васильевический лесхоз. Уже запрещено посещение лесов и тем более разведение каких-то костров вблизи лесных массивах, либо непосредственно в лесах. На выходные дни запланированы рейды, рейдовые мероприятия совместно со службами района. В состав рейда войдут работники лесного хозяйства, экология. И поэтому нарушителей, те люди, которые будут обнаружены в лесу, будут привлечены к административной ответственности. На территории области района продолжает оставаться сложная оперативно-пожароопасная обстановка, связанная, сами видите, с вот такой сухой погодой весенней. Но больше всего в напряжении спасателей и службы города и района продолжают держать наши нерадивые граждане, которые продолжают методично выжигать сухую растительность, наводить порядки на своих приусадебных участках. Ежедневно спасатели выезжают на возгорание сухой травы, растительности. Ежедневно спасатели продолжают ликвидировать возгорание в населенных пунктах, тем самым защищая и граждан, и сами же населенные пункты. Насколько это серьезно для населенных пунктов? Уже по республике есть случаи, когда полностью огнем были уничтожены деревни. Целые деревни, 20 домов было уничтожено огнем в Щучинском районе по причине также выжигания сухой растительности и наведения порядка на приусадебном участке. Поэтому и у нас пожары, которые произошли на территории Реческого района, спасатели занимались тем, чтобы не допустить распространения огня на данные населенные пункты. В ближайшие дни синоптики обещают сухую ветреную погоду. Спасатели не исключают, что ситуация с пожарами может усугубиться и просит людей ответственно отнестись к сложившейся ситуации. С 10 по 12 апреля сотрудники госавтоинспекции проводят массированную отработку автодороги М-10 границы Российской Федерации Гомель-Кобрин. Во время профилактического мероприятия госавтоинспекторы используют гласный, негласный и смешанный контроль выполнения требований правил дорожного движения. Участок проведения мероприятия выбран не случайно. Как показали предыдущие профилактические акции на этом участке дороги, нарушение правил участники дорожного движения там совершают наиболее часто. Особое внимание ГАИ уделит контролю соблюдения скоростных режимов, выявлению водителей-бесправников и водителей, которые управляют автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. Также сотрудники милиции будут работать по пресечению нарушений правил дорожного движения пешеходами, велосипедистами и водителями мототранспорта, проконтролируют выполнение правил перевозки пассажиров, в особенности детей. Наряды дорожно-патрульной службы будут выставлены там, где чаще всего нарушаются правила, а также в местах концентрации дорожно-транспортных происшествий. Как показала предыдущая отработка автодороги М-10 границы Российской Федерации Гомель-Кобрин, которая проходила с 20 по 23 марта, участники дорожного движения дисциплиной не отличаются. Выявлено 61 нарушение правил дорожного движения. Большинство из них касается правил эксплуатации транспортного средства, перевозки пассажиров, правил остановки и стоянки транспортного средства, управления транспортным средством, водителям непристегнутым, ремнем безопасности, а также перевозка непристегнутых пассажиров. Современная технология – это не только модно, но и выгодно. Если покупать квартиру в Минске через интернет, можно существенно сэкономить. Крупнейший застройщик, который возводит в Минске самые известные комплексы, на своем сайте открыл удобный онлайн-сервис бронирования и покупки квартир. Теперь приобрести свое жилье можно дистанционно, без посещения офиса продаж. Но самое приятное – с хорошей выгодой. Все просто с сайта застройщика. Но о главном. При бронировании и покупке онлайн можно сэкономить 4000 рублей за квартиру до 40 квадратов, 7000 рублей при покупке квартиры до 55 квадратов и 10000 рублей за квартиру больше 55 квадратных метров. Как это работает? На сайте застройщика есть пошаговая инструкция, которая делает процесс покупки абсолютно простым, прозрачным и понятным. Шаг первый – выбрать квартиру. На сайте представлены все комплексы и квартиры, что есть в продаже. Указаны их характеристики, размеры и планировки. Можно выбрать этаж и куда будут выходить окна. Когда выбор сделан, остается нажать кнопку «Забронировать». В течение часа с момента бронирования с вами свяжется менеджер-застройщика. И с этого момента он становится вашим персональным помощником и будет решать все возникающие вопросы. Затем подробная консультация. С менеджером по телефону вы обсуждаете ваш выбор, цену, условия и способы оплаты квартиры, в том числе предоставление специальных финансовых инструментов и возможность использования акционных предложений. Консультацию можно получить не только в Минске, но и других городах. В Гомеле, Мозере, Бресте, Лиде, Барановичах, Пинске. Адреса вы увидите на своих экранах. Выбранная через интернет квартира бронируется покупателем на три дня. Вы предварительно получите документы по покупке квартиры на свой электронный адрес. Вам не нужно посещать офис продаж. Курьер доставит оригиналы бумаг на подпись по указанному вами адресу. Важно! Покупатель, который воспользуется онлайн-сервисом бронирования, получит бонус от застройщика. Снижение цены от 4 до 10 тысяч рублей на стоимость своей квартиры. Застройщик ускоряет строительство. Новоселы еще двух домов. В комплексах «Минск-Мир» это 322 семьи. И «Маяк Минска» еще 157 семей. Они получили ключи от своих квартир. Прошла приемка покупателями своих квартир в доме «Гоген» на «Маяке Минска». И это еще 110 семей. «Маяк Минска» изменил облик столицы. Остались свободными только несколько квартир в домах Микеланджело, Рафаэль и Гоген. Парк Челюскинцев – престижное жилье у границ парка в центре Минска. Квартиры доступны в домах номер 1 и номер 2. В одной из секций дома номер 1 будет встроенный детский сад. В доме номер 2 действует акция «Минус 10% на все квартиры». «Минск-Мир» возводится по принципу «Город в городе». Это самая масштабная стройка в стране. Здесь до 2027 года будет возведено 3 миллиона квадратных метров жилой и коммерческой недвижимости. А еще поликлиники и медицинские центры, спортивные и торговые сооружения, офисные площади и объекты общественного питания. Начато строительство Международного финансового центра. Тут будет и крупнейший торгово-развлекательный центр, и новый городской парк. Две станции метро свяжут «Минск-Мир» с другими районами. На выбор огромное количество разных по площади квартир. Строительство первого квартала «Эмиратс-Люкс» уже завершено. В продаже остались квартиры лишь в двух последних секциях дома «Эмиратс-Волна». Как купить? Длительная рассрочка без переплаты процентов. В комплексе «Парк Челюскинцев» на 4 года, в «Маяке Минска» на 5, а в «Минск-Мир» на 10 лет. В апреле застройщик объявил акцию «Платежные каникулы». Суть ее в том, что при оформлении квартиры в рассрочку застройщик предоставляет покупателю каникулы на 6 месяцев по ежемесячным платежам после оплаты первого взноса. Условия первоначального взноса от 30% стоимости квартиры. Если покупатель первым взносом оплачивает более половины стоимости квартиры, он получает дополнительную экономию на цене каждого квадратного метра. Действует также весенняя акция «Минус 10%,» которая распространяется на квартиры в квартале «Северная Америка» комплекса «Минск-Мир» и дом номер 2 в комплексе «Парк Челюскинцев». Здесь цена квадратного метра уменьшена на 10%. При этом при покупке в рассрочку действуют и платежные каникулы на 6 месяцев и дополнительные бонусы при первоначальном взносе свыше 50% и при онлайн-бронировании. Но только до 15 апреля. От 4 до 10 тысяч. Для вашей выгоды это только начало. Важно позвонить застройщику и уточнить все детально. Самое время это сделать. На этом наш выпуск завершен. Далее вас ждут метеоновости. А видеоматериалы городской жизни вы также можете найти на нашем сайте. Всего доброго, приятных выходных. Не болейте.